В Исокольской области прошла экспедиция по следам Иркуна. Сто лет назад, в августе 1916 года, произошло одно из самых трагических событий в истории кыргызского народа. Национально-освободительное восстание было жестоко подавлено царскими властями. События, последовавшие за расправой, получили название «Чон Иркун» – «Большой исход». За последние 10 лет это третья экспедиция по следам предков, рассказывает Ширин Асанакунова. Семья Турум-Кудашевой бежала в Китай во времена Иркуна. Ей 76, но родилась Турумапа уже здесь, на Исоколе. Она помнит слово в слово рассказы отца и свекра. Говорить о великом исходе пережившие трагедию не очень-то хотели, но дети должны были знать. Много людей погибли от голода и холода в горах. Некоторые остались под оползнями. А сколько убили карательные отряды – это был адс для кыргызов. Это перевал Акширак. Услышав, сколько людей погибло здесь, становится не по себе. Место до сих пор хранит эту тайну. Это большая трагедия нашего народа. Сегодня до этих мест можно добраться на машине за 8 часов. И то молодые люди уже устали. А вы представляете, как сто лет назад кыргызы прошли это расстояние пешком, а потом через горы, где круглый год снег и невыносимый холод. Каково им пришлось? Я боюсь даже представить. Мы должны помнить об этом. История – это правда о прошлом. Это должно быть уроком для нас и наших потомков. В первый день участники экспедиции окунулись в историю, затем пошли по следам в горы. В этот раз в ней приняла участие молодёжь из семи областей. Когда мы ехали сюда на машине, я представлял всю дорогу, как же было тяжело беженцам. Мы прошли через реки. А как они перебирались на другой берег, без мостов, с малышами на руках. Кыргызы бежали через Каркеру и через это место, где сейчас мы стоим – Барскон. Бежали через Карасай, Бейдель, Ючкушкон и Ахширак. Мы увидели своими глазами места, по которым прошли кыргызы. Раньше мы по книжкам знали историю, теперь мы побывали здесь. Об этом нужно рассказывать молодёжи во всех регионах. Это должен знать каждый кыргыз. Больше 150 тысяч или 200 тысяч – это лишь приблизительное количество погибших. Учитывая, что в начале 20 века в северной части Кыргызстана проживало чуть более 500 тысяч человек, погиб каждый третий или каждый четвёртый кыргыз. В 2006 году мы были здесь с инициативной группой из учёных-журналистов, исследователей и альпинистов. Тогда мы поднялись на высоту 4800 метров. Здесь, где мы стоим, начинается пеший путь. Дальше не идут даже лошади. Где там на высоте мы нашли останки погибших, пролежавших десятилетиями под снежным комом. Находили арканы, был найден череп с пулевым отверстием. Это говорит о том, что в бежавших стреляли. Вот ещё одно кровавое место. Здесь бежавших настигнул отряд карателей. Лишь немногим удалось избежать пули. Выжившие и рассказали, что здесь произошло. Отсюда и название этого перевала – Сюек. Он расположен на высоте 4000 метров над уровнем моря. Здесь до сих пор находят останки погибших, как и сейчас. Бережно собирают ещё одной, а может нескольких жертв. Останки захоронили и прочитали Коран.